Сегодня мы с вами рассмотрим задачу, которая давалась в 2004 году. Задача следующая. Дни летнего и зимнего сенсоциания 22 июня и 22 декабря делят год пополам. А летний период между днями весеннего и осеннего равнодействия с 21 марта по 23 сентября продолжительнее с зимнего на 7 дней. По этим данным надо найти эксцентриситет земной орбиты. Рассмотрим земную орбиту. Она из себя представляет некоторый эллипс. С большой осью и с малой осью. Зимой 22 декабря и летом 22.06 проекция земной ось на плоскость орбиты параллельно радиус-вектору, который соединяет Солнце, который находится в фокусе, это второй фокус, и Землю. И 22 июня проекция земной ось на радиус-вектор также параллельно земной осье. Только в этом случае получается максимальная продолжительность дня, а зимой минимальная продолжительность дня. В дни весеннего и осеннего равноденствия проекция земной оси на плоскость орбиты перпендикулярна радиус-вектору. В силу того, что дни солнцестояния делят орбиту по времени пополам. Из второго закона Кеплера следует, что и площади, заметаемые за эти полугодия, площади орбит, заметаемые за это полугодие, когда она движется из зимы в лето, а затем из лета в зиму вот эти площади, вот эта площадь и вот эта площадь одинаковые. Из равенства площадей следует, что дни солнцестояния стоят на большой оси и, соответственно, дни равноденствия расположены на вот в этих точечках, на оси, которая перпендикулярна этой большой оси. В силу того, что длительность полугодия пропорционально заметаемой площади за это полугодие, то есть площади, заметаемой радиус-вектором орбиты, от сюда можно записать такую пропорцию. Если мы возьмем длительность летнего полугодия, вычтем длительность зимнего полугодия, разделим на их сумму, то это будет равно площади, заметаемой за летнее полугодие, вычесть площади, заметаемой радиус-вектором за зимнее полугодие, и разделим на полную сумму этих площадей, то есть на площадь всего эллипса. Здесь я обозначу штриховочкой зимнее полугодие, чтобы было понятно, синей штриховочкой, и летнее полугодие и летнее полугодие я обозначу желтенькой штриховочкой. Для небольшого эксцентриситета, а эксцентриситет — это отношение фокусного расстояния С к размеру большой оси, большая ось эллипса, вот она, вот это две, вот это я изобразил, две больших оси эллипса, 2А. И если эллипс не сильно вытянут, то это примерно С разделить на радиус орбиты, на средний радиус орбиты. Так вот, если эллипс вытянут не очень сильно, то есть если С к Р много меньше единицы, то для отношения, для вычисления вот этого отношения можно применить следующее приближение. С С минус С В разделить на СС плюс СВ равно площадь СС примерно πr квадрат разделить на 2 минус А на С умножить на 2. Площадь СВ я прошу извинения, здесь плюс. Площадь СВ это πr квадрат разделить на 2 минус АС умножить на 2. Здесь знак получается плюс, потому что вот здесь вот стоит минус знак. И для суммы получаем πr квадрат. от отсюда мы дальше получаем вот эти вещи у нас сокращаются. В итоге получаем 4 А С разделить на πr квадрат. И вспоминая, что у нас С точнее А у нас приблизительно равно Ар получаем 4 Р С разделить на πr квадрат, что в итоге нам дает вспоминая, что С это эксцентриситет, получаем, что это будет равно 4 разделить на π. Одно из них сокращается, а здесь остается просто искомая величина эксцентриситета. отсюда величина эксцентриситета орбиты получается равна π разделить на 4 умножить на Т С минус Т W разделить на Т С плюс Т W по условию задачи разница полугодий зимнего и летнего это 7 дней, а полная длительность года, как мы знаем, 365 дней. В итоге это дает нам величину 0015. Это теоретическое значение лишь ненамного отличается от экспериментально измеренного или табличного значения, которое составляет величину 0067.